...и формирование международной архитектуры финансирования, которая устарела, неэффективна и несправедлива. Здесь включена и приверженность продолжить стимулирование цели стучного развития, изменить модель бизнеса и серьезно повысить возможности поддержки со стороны многосторонних банков развития и их льготное финансирование в адрес развивающихся стран, которые находятся в уязвимых условиях, представить больше СДР, реструктурировать кредиты для стран, которые тонут в долгах, мобилизировать больше внутренних ресурсов, как частных, так и государственных, для того, чтобы обеспечить необходимое финансирование в развивающихся странах. В следующем году пройдет конференция по финансированию в целях развития, саммит по социальному развитию. Это два важных этапа для того, чтобы реализовать соответствующие меры. Мы также отмечаем и важное сотрудничество Юг-Юг. Это не заменяет приверженности и обязательства развитых стран. Но так обеспечивается больший вклад для поддержки развивающихся стран в предстоящих условиях для решения и достижения ЦУР. Второе. Климат. Каждая страна выразила приверженность снизить рост температуры до уровня 1,5 градусов. Для этого требуются серьезные действия для снижения выбросов, и группа 20 должна возглавить эту работу. Буквально через несколько недель пройдет конференция сторон, и тогда начнется новый отчет для того, чтобы представить новые планы вклада, и соответствующие целевые показания составляют 25%. Действительно, конференция сторон представит новые возможности для плана финансирования. Развитые страны должны выполнить свои обязательства, удвоить выделение средств на цели климата, и необходимо также профинансировать фонд убытков и ущерба. Это не произошло на тот момент, когда он был создан. Третье направление. Технологии. Каждая страна должна иметь возможность получить доступ к преимуществам технологии. Глобальный цифровой договор.